Я хотел везти машину. Машину вел Николай. Ну, он остановил машину, вопреки твоему желанию. Да, вопреки моему желанию. Девчонок оказалось трое. Какая удача, вас тоже трое. Причем, мест свободного было два. Третья девчонка пол лежала около дерева. Я подошел, мне она показалась пьяной, поэтому мы уехали, не взяли. Да, какая жалость. Да, счастье будет не до шуток. Эти две девчонки уехали на другой машине, а вот подругу оставили в одном лесу. Вот. Ночью она умерла. Как показала вскрытие, это развива селезенки. Очевидно, при ушибе. Ведется следствие. Вызвали все, кто в это время проезжал по ШСА, в том числе и меня. А в чем ты виноват? Да я врач, черт подери. Врач. Я обязан был оказать ей помощь. Обязан. Тем более ей. Ее можно было еще спасти. У нее были первые признаки разрыва. Головокружение, бледность, неуверенность. Она то уложилась, что оставала. Сознание не спутанное, но уже не твердое. Да я с первой минуты понял, что она не пьяна. Признаки были не те. Если бы я не спешил к этому Вячеславу Евгеньевичу, естественно отвез бы ее в больницу. Ты прекрасно понимаешь, если бы я к нему опоздал или вообще не приехал, старик бы мне этого, конечно, никогда не простил. И долго мне не видать потом Академии. Кстати, семь часов нужно было за тобой зайти. Конечно, опять я виновата, да? Слушай, ну можешь хоть раз в жизни быть серьезной, а? Чем тебе это грозит? Оказание помощи больному, приведшим к смерти, наказывается лишением свободы до двух лет. Вот что значит останавливаться возле каждой юбки. Да замолчил что, наконец? Что ты наказал меня, Господь Бог? А нельзя как-то договориться с этими девочками? Деньги, тряпки какие-нибудь подарить. Да они сами категорически отрицают, что остановили нас на шельсе. Им это не выгодно. Говорят, что она была в компании каких-то подростков. Ну и прекрасно. Прекрасно-то было бы, если попытный следователь ввел дело. Он бы сразу его закрыл. Состава преступления нет. Девчонка умерла естественной смертью. Это доказано. Его-то ведет студент-практикант. Ему хочется отличиться, что-то доказать, до чего докопаться. Хочешь, я тебе скажу, кто он? Этот мальчишка-практикант. Леночкин ухажер. Или жених. Хахаль, называй, как хочешь. Какой Леночки? Ну, дочь Овсяненького. Я его несколько раз видел. Он приходил к ней в институт. Ну, прекрасно. Она проходит у тебя практику? Ну и что? Ну, она дочь твоих друзей. Ну, что? Ну, что, что, что? Что ты заладил, ну и что? Что Овсяненького не могут запретить этому мальчишке трепать тебе нервы? Дергать тебя?